Вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Ирина Цепетова. Арктика – интеграция усилий в соответствии со стратегией развития. Эту актуальную для всех арктических регионов тему рассмотрели на сессии, прошедшей в рамках Международного арктического форума в Архангельске. Как отмечают эксперты, в теме развития Арктики от разговоров переходит к делу. В частности, готовятся к принятию закона и госпрограммы о развитии арктической зоны. Аналогичные документы гуляли по коридорам власти уже 8 лет. Были разные концепции и разные наполнения. От экологии до культуры. Сейчас законопроект сосредоточен на развитии арктических территорий через опорные зоны. О том, что это даст регионам и чего, собственно, хотят сами представители арктических субъектов, расскажет Мария Владимирова. 8 опорных зон, которые отображены в программе социально-экономического развития Арктики, определены по географическому признаку. Кольская, Архангельска, Нейнская, Воркутинская, Ямало-Нейнская, Таймыро-Труханская, Северо-Якутская и Чукотская. Целью их создания являются производство технических средств и технологий, экологический мониторинг, повышение качества жизни коренных малочисленных народов, реализация информационной политики и другие приоритетные задачи. Каждый из них будет иметь ряд якорных проектов. И, по сути, в дальнейшем бизнес, государство, население будут планировать свою хозяйственную деятельность путём взаимного использования инфраструктуры, путём взаимного использования имеющихся преимуществ и тем самым снижая собственные расходы на реализацию технических проектах. Вот такой механизм мы предложили, мы планируем его начать реализовывать с самыми разрешениями. Создание опорных зон в Арктике поддерживает и губернатор Нейнского округа Игорь Кошин. По его словам, успех развития таких зон во многом зависит от качества рабочей силы, которая будет эти проекты воплощать. Эффективно развивать Арктику можно только при изменении структуры занятости. На наших нефекомыслах занято порядка 8 тысяч человек. Но если кто-то считает, что это практически четверг жители ОГУ, то, к моему сожалению, глубоко ошибается. Из 8 тысяч человек наших зайдут в лицо. Почему? Три причины как минимум. Первая – это нежелание работать в арктоме метро в сроке условий. Второе – отсутствие необходимой компетенции. И третье – невысокая оплата суда. И я убежден, что компетенция – это наша новая нитка. Тогда почему же нет? Потому что нет персональной подготовки. Нет мотивации. И ключевое здесь – уровень оплаты труда, в отличие от бюджета, условия простыть жестче. Для реализации обозначенных инициатив на законодательном уровне необходимо отрегулировать уровень оплаты труда рабочим Арктики по аналогии с майскими указами президента для бюджетников. Также важно создавать долгосрочный прогноз востребованности рабочих специальностей, развивать технологии, позволяющие повышать компетенцию, а значит ввести стандарт квалификации. Свои предложения в Арктический закон высказала и Архангельская область. Как отметил вице-губернатор Виктор Иконников, это консолидированные мнения северных регионов. Мы говорим про интеграцию усилий в соответствии с стратегией развития, но что мы имеем на сегодня, это стратегия-то не есть, но не у каждого свои. У каждой компании своя стратегия, у регионов есть, либо и не, но может быть, стратегия. Поэтому хотелось бы, как пожелание, чтобы все-таки единая стратегия, она подвелась, и регионы и бизнес все-таки понимали, что и как будет развиваться. Кроме того, отметил вице-губернатор, необходимо консолидации всех структур, работающих в арктическом регионе, особенно в части создания инфраструктуры. Для этого в законе необходимо предусмотреть стимулирующие механизмы. Также необходим и мониторинг о социально-экономическом ситуации в Арктике. Социальные законы в арктических законах должны быть выделены отдельной строчкой, ведь люди – это главная опора арктического региона. Когда здесь видим территории, которые в Арктике находятся, в регионах, то мы должны преследовать четкие цели, чтобы мы понимали, что мы хотим. Бизнес хочет другой. Мы, субъекты, хотим абсолютно другой. Я представитель коренных народов России. Я живу там. И у меня задача, от того, что сегодня мы говорим, одна. Что у меня там останется, человеку, живущему там, на месте, на севере. Закон о развитии Арктики, государственную программу социально-экономического развития Арктического региона, сырой называют и депутаты Государственной Думы. Поэтому представленную программу отправили на доработку. Сегодня мы ждем принятия, вернее, внесения правительством Российской Федерации закон об арктической зоне в Российской Федерации. Его затянули уже до неприличия, на мой взгляд. Более того, насколько мне известно, уже дискуссии сегодня ведутся, а нужен ли он или не нужен. Но вот те дискуссии, которые были на площадках, они говорят о том, что закон этот нужен. Нужно объединять законодательство, арктическое законодательство, в один непосредственный закон. Нужна программа по развитию Арктики. К сожалению, которую они внесли в программу правительства, она не выдержит никакой критики. Мы ее вернули на доработку, приняли за основу на нашем профильном комитете. Правительство над ней сегодня работает. Даже несмотря на то, что сложнейшая финансовая ситуация в целом в Российской Федерации, безусловно, нужно изыскивать средства, федеральные средства на развитие Арктики. О необходимости скорейшего принятия закона говорят и те, кто уже реализует крупные проекты в арктической зоне. Первый индустриальный проект по добыче руды по цинку, свинцу и серебру идет на архипелаге «Новая земля». Работает достаточно много, но хочу сказать, чтобы вы услышали, как голос народа. Те проекты, которые внесены в государственную фрону, вы все старые собрали вместе, еще новые слышим, но только вы и нас поймете, те, кто старые. Мы уже по 10 лет реализовываем проект, по 10 лет, поэтому чуть быстрее, чуть быстрее. К арктическим законам самое пристальное внимание, ведь Арктика – это естественная среда обитания более 2 миллионов человек. Поэтому в поправках, которые будут выработаны и внесены в документы, должны найти отражение запроса и чаяния людей, живущих в суровых арктических условиях. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, телеканал «Север Архангельск».